Доброе утро! В прямом эфире новости на 12-м канале в студии Регина Бузарова. И вот главное к этому часу. Про жильцов словно забыли. По колено воды никому ничего не надо, понимаете? Порыв канализации и зловонные ароматы. В таких условиях живут люди уже почти три месяца. Почему решение проблемы затопленного подвала затянулось? Сменить гнев на милость. Дело экс-полицейского, обвиняемого в аварии с тремя погибшими, выходит на финишную прямую. Какие заявления сегодня делают в правоохранителе? Запечатлен в бронзе. На Ставрополе открыли памятник Сергею Манякину. Для Омской земли прямиком из Тамбовской области. Улицы города украсят новые деревья и кустарники. Жителям Северообласти, чьи дома пострадали в результате паводка, увеличат выплаты на капитальный ремонт. Решение об индексации принял губернатор Виталий Хаценко. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин. Сумма увеличена с 7 до 9 тысяч рублей за квадратный метр. Жителям, которые ранее уже получили выплаты, до начисления будут произведены автоматически. Добавлю, что порядка 140 устешимцев уже выдали деньги на капитальный ремонт домов. Еще чуть больше 130 человек, пострадавших в результате паводка, получили сертификаты на приобретение жилья. В Омске тепло дали уже почти в 4 тысячи жилых домов, сообщили сегодня в городской администрации. Кроме того, подключены свыше 700 объектов социальной сферы. Показатель приближается к стопроцентному. Запуск отопительного сезона находится на личном контроле главы региона Виталия Хаценко и мэра Сергея Шелеста. Доклады руководитель города принимает два раза в день, утром и вечером. Прежде всего, мониторят ремонт теплосетей. Сейчас на коммуникациях работают больше 20 бригад во всех округах города. На теплотрассах зафиксировано около 300 повреждений. Для оперативного ремонта и устранения последствий задействованы дополнительные силы. Как только коммуникации приводят в порядок, жилые дома сразу же подключают к теплу. Три месяца дурного аромата и сырости. В таких условиях живут люди в двухэтажке на Второй Кировской. По словам омичей, в доме прорвало канализацию и все сливается в подвал. Проживают в доме преимущественно пожилые люди. Исправно платят коммуналку, при этом сами делают ремонт в подъезде и облагораживают придомовую территорию. Но вот решить вопрос канализации им уже не по силам. В ситуации разбирался наш корреспондент. Этот дом на Второй Кировской отравил всю атмосферу в округе. Непередаваемая амбре доносится из подвала. Вода в нем стоит уже несколько месяцев. В доме подтекает канализация. А управляющая компания словно забыла про жильцов, жалуются люди. По колено воды никому ничего не надо, понимаете? Вот сейчас дышать невозможно, просто дышать невозможно. В подъезд мы уже туда, в подвал не заходим, потому что нельзя. Что делать мы не знаем. В конце лета после многочисленных жалоб собственников воду из подвала откачали. Коммунальщики отчитались о решении проблемы, однако вздохнуть свободно жильцы так и не смогли. Помещение быстро наполнилось зловонной жижей вновь. Вода стоит. Стоит очень долго, она уже затянилась. В квартирах мошки. Воняет канализации ужасно. Звонки, то есть диспетчера поступают регулярно. Она отговорками говорит о том, что мы приедем, сделаем. Директор в курсе. Но никто ничего не делал. По словам жильцов, приезжал слесарь, поставил насос, но почему-то не включил. В управляющей компании пояснили, что несколько дней не могли откачать воду из-за переполненных канализационных колодцев. И ждали, пока ресурсники выполнят их заявку. И после того, как они все это прочистили, естественно, мы поставили насос. Насосом мы откачали полностью подвальное помещение. Его обработали, привели в нормальное соответствие. Только после этого мы смогли зайти туда в подвал, прессовать теплый узел и подготовить дом к отопительному сезону. Проблема решена. Жильцы надеются, что в доме все-таки проведут капитальный ремонт изношенных сетей и больше потопов в подвале не будет. Денис Жарков, Павел Акохов, 12 канал. Другим темам готовится признать вину или продумывает маневр для отсрочки вердикта. Это резонансное уголовное дело Евгения Гайдамака, который, по версии следствия, стал виновником смертельного ДТП, унесшего жизни трех человек. Выходит на финишную прямую. И сегодня идут разговоры о том, что обвиняемый в течение двух лет, упорно хранивший молчание, подумывает выступить с чистосердечным расканием. Прежде напомню, подсудимый настаивал, не помнит подробности автокатастрофы, однако уверен, что за рулем разбившейся иномарки сидел не он. Впрочем, к следующему процессу сторона защиты, по слухам, готовится особенно тщательно. А сторона обвинения тем временем как будто сменила гнев на милость. Мы же понимаем, что заявлены гражданские иски, и их чего-то надо платить. И, наверное, с точки зрения восстановления социальной справедливости, в том числе и компенсации какого-то. То есть ты не просишь лишить его заслуженной пенсии ради благополучия потерпевших? Можно сказать и так. Команда авторского проекта основана на реальных событиях Омск. Пообщалась с силовиками, которые ведут это скандальное уголовное дело вот уже два года. Неожиданные заявления правоохранителей, откровенные признания родственников потерпевших. Последние подробности одной из самых запутанных криминальных историй смотрите сегодня в 23 часов. Заводят на весь регион. В Омской области проведут проверку систем экстренного оповещения населения. Ее включат 2 октября. Мероприятие запланированное рассказали в Министерстве региональной безопасности. Так с 10.35 до 10.40 пройдет проверка запуска электросирен. Вместе с тем вещание первых десяти телерадиоканалов прервется с 10.43 до 10.44. Это сделано для информирования населения о проведении технической проверки систем оповещения. Такие меры помогут оценить готовность и алгоритм доведения оперативной информации до мечей на практике. При обнаружении звука электросирены жителей просят включить телевизор на канал, где будет транслироваться актуальная информация. Увековечили в бронзе. На Ставрополе открыли памятник Сергею Манякину. Бюст первого секретаря Омского обкома КПСС установили на центральной площади в селе Родниковское. Именно здесь 7 ноября 1923 года родился Сергей Манякин. В торжественной церемонии участие приняли губернатор Омской области Виталий Хаценко и руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров. Два региона навсегда связаны с легендарной личностью Сергея Манякина. На Ставрополе он родился и вырос, а в Омской области состоялся как мудрый управленец и крепкий хозяйственный. Нашим регионом он руководил более 26 лет. И за это время Омская область вышла на четвертое место в стране по объему выпускаемой продукции. Сегодня в Омске до сих пор говорят о тех временах, как о очень славном времени развития Омской области. Регион стал одним из ведущих в Советском Союзе промышленности, сельском хозяйстве. Хорошили села, деревни, города, областная столица Омска. Честно скажу, что хочется брать пример, чему вас и нас всех призываю, и о мечей, и ставропольчан. Очень бы хотелось, чтобы мы обменялись культурными программами. Продолжение вот этого обмена, потому что Омск это Санкт-Петербург, который находится просто на реке Иртышево, в Омской области, в Сибири, потому что там 9 театров, и это, конечно, для нас ценно. И как подчеркнул губернатор Омской области, сейчас первоочередная задача – улучшить транспортную доступность между двумя регионами, в том числе за счет расширения летной программы. Рейс «Минеральные воды» уже пользуется спросом у туристов обеих сторон. Растет и бизнес-партнерство. Как заверили главы регионов, работа в этом направлении продолжится. Дополнительные запреты на продажу безалкогольных энергетиков могут вести в Омской области новый законопроект, инициирован Минэкономразвития региона. Он предполагает дополнить существующий закон, который запрещает продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним в образовательных, медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Как рассказали в ведомстве, новые поправки вводят в полный запрет на торговлю данной продукцией на территории перечисленных учреждений. Также это коснется и продажи в местах проведения концертов, фестивалей и праздников, представлений культурно-массовых и спортивных мероприятий. Для тех, кто противоречит закону, предусмотрены штрафы от 3 до 50 тысяч рублей. Отмечу, что нововведения еще не вступили в силу, их рассмотрят в октябре. За нецензурную брань поплатился рублем. Инцидент произошел в Полтавском районе. 72-летний мужчина оскорбил местного жителя прилюдно. После чего последний обратился в полицию и подал в суд. Ответчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф на сумму 3 тысячи рублей. При этом пострадавший потребовал и компенсацию морального вреда. В итоге обидчику пришлось выплатить 24 тысячи рублей. И так как сделал он это не в указанный срок, то понес еще и дополнительные убытки. Агрономы приступили к осенней высадке деревьев и кустарников. Улицы Омска украшают новыми лиственницами, яблонями, кленами, соснами, ивами и рябинами. Всего появится почти 2,5 тысячи новых деревьев. Их специально доставили прямиком из Мичуринска. Это город в Тамбовской области. Сейчас посадки необычных серебряных тополей ведут в больничном и газетном переулках. А сквер молодоженов и недавно отремонтированную улицу Коммунальной украшают полсотни лип. Массовые посадки деревьев в этой осенью также планируются на улицах 60 лет Победы, Воровского, Маяковского, Багратиона, Куйбышева и Сыропятском тракте. Также муниципальные службы готовят для озеленения города более 15 тысяч кустарников. Омские фехтовальщики разыграли медали Кубка региона, а мастера конного спорта состязались на медали чемпионата и первенства области в дисциплине конкур. А на берегу Иртыша прошел областной турнир среди рыболовов. Подробности у нашего спортивного обзревателя Алексея Дарива. Омские фехтовальщики разыграли медали Кубка региона. Старты прошли в школе имени Аганеса Крикорьянца и спортивном комплексе «Юность». По итогам турнира лучший результат среди саблистов показали Владимир Окараков и Анастасия Перлова. Уж пожистов в личном зачете лидировали Никита Шикирун и Юлия Парушина. В командном зачете среди мужчин лучшим стали Глеб Миллер, Данил Любас, Михаил Степанов и Алексей Перцов. У женщин победу одержали Ирина Живова, Татьяна Рягузова и Юлия Иванова. В поселке Омске состоялись чемпионаты первенства региона по конному спорту в дисциплине конкур, которые собрали 34 спортивные пары, представляющие спортивную школу-лидер, а также конные клубы «Сириус», «Радовесть», «Аристократ» и «Доблесть». По итогам стартов в маршруте с высотой препятствий 80 сантиметров в общем зачете победила Василиса Потапова на шансе. В маршруте с высотой препятствий 90 сантиметров в открытом классе победу одержала Татьяна Левинская на пионере. В маршруте с высотой препятствий 100 сантиметров в общем зачете первое место заняла Виктория Давыденко на музе. В маршруте с высотой препятствий 110 сантиметров в открытом классе лучший результат показала Юлия Середова на лайте. В маршруте с высотой препятствий 120 сантиметров в зачете для взрослых всадников лидером стала Кира Путилина на Базиле. На берегу Иртыша возле поселка Черлак прошел Кубок Омской области по рыболовному спорту. Третий этап турнира «Омский хищник». Участники соревновались в ловле спиннингом с лодок. Победителем стала команда «Клевые приманки». На втором месте точка «Ж» на третьем «Шторм». Это был заключительный этап соревнований «Омский хищник-2024». Омичи завоевали две медали чемпионата Сибири по ездовому спорту в Новосибирске. Старты собрали участников из Омска, Иркутской и Новосибирской областей. Наш земляк Сергей Васильев стал победителем в дисциплине «Скутер-две собаки». Еще один омич Иван Тимонин показал третий результат в дисциплине «Скутер-одна собака». Алексей Дареев, 12 канал. Лицейский драматический театр, который в этом году отмечает свое 30-летие, решил сменить название. Как объяснили в учреждении, это связано с восприятием омичей. Многие думают, что в храме культуры играют школьники, а не профессиональные артисты. Теперь любимая многими зрителями сцена носит название «Малый камерный театр». Впрочем, слово «лицейский» все же останется, но только по документам. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Найти работу на зарплате.ру можно быстрее, чем закончится эта реклама. А сколько вакансий за это время найдете вы? Зарплата.ру Амичей приглашают в уникальный гастробар японской кухни. Новый для России формат заведения «Изакай» уже покорил тысячи гостей. Главная особенность этой кухни – чистота вкуса во всех блюдах, приготовленных по древнейшим канонам, который соединяется с современной подачей. Где можно попробовать голубого тунца, икру морского ежа и огромные гребешки – в нашем сюжете. Кухня японского гастробара «Изакайо-йосайм» буквально отточена до идеала. Готовят здесь по вековым канонам и правилам, а продукты везут прямиком из-за границы. Особенность японской кухни – локальность, сезонность и прочистый вкус. Желтохвост хамачи, также вагю, то есть это японская мраморная премиальная говядина, а пятая категория – это наивысшая категория. Можно встретить у нас тунца блюфин, это также голубой тунец. Японский гастробар «Изакайо-йосай» расположился в историческом центре Омска. «Изакайо» – новый для России формат. Он берет свои корни в японской культуре. Японцы почти ежедневно ужинают здесь шумными компаниями. Такие встречи отличают обилие вкусной выпивки, максимально свежие блюда и быстрая подача. Волнообразные столы символизируют слияние рек Хами и Эртыша, где как раз и расположился ресторан. Суши-бар по древним канонам и правилам. Гриль-рабата, привезенный из Токио. «Изакайо-йосай» – традиционная японская кухня на каждый день. И о погоде завтра, 28 сентября. В Омске переменная облачность, возможны осадки. В ночное время плюс 8, плюс 10, днем 16, 18 градусов выше нуля. В районах облачно ночью до плюс 5, дневная температура 12-15 со знаком «плюс». Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Далее смотрите программу «Управдом». Следующий выпуск в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин